Мы доехали до центральной площади Маалюли. Повсюду видны следы недавних сражений и слышны выстрелы. Но нам сказали, что бояться нечего. Это ведет обстрел сирийская армия. Настроение у бойцов приподнятое. Офицеры улыбаются. Говорят, на гиджихадистов здесь больше не будет. Кого-то мы убили, а кто-то сам сбежал, увидев это. К армии присоединяются местные жители. Они тоже хотят защищать родную деревню. Бойцы в светлой форме, так называемая национальная оборона. Здесь особый ландшафт, горы, пещеры. И мы, местные, конечно, лучше ориентируемся. Мы встречаем человека, которого снимали здесь в Маалюле прошлой весной. Он владелец бакалийной лавки. И тогда он рассказывал нам о том, что в его деревне все спокойно. И что боевики к ним не приходили. Да и зачем бы им приходить, спрашивал он. А теперь он уже с оружием в руках, сражается за свою родину в рядах сирийской армии. И у него снова есть вопросы. Сирия – древняя страна, страна любви. А они присылают сюда террористов со всего мира, чтобы те убивали сирийцев и друг друга. И сколько им еще нужно жертв? Сколько сотен тысяч должно умереть, чтобы это остановилось? Когда это закончится? Почти сразу становится понятно, что сегодня это точно не закончится. Отель «Сафир» на вершине горы, который боевики удерживали больше недели, из которого они вели обстрел, по-прежнему таит угрозу. И снайперы пока на позициях. Вон он, «Сафир» там на горе. Мы хотели дойти до монастыря Святой Феклы, но из-за него не смогли. В Маалюле множество христианских церквей и монастырей. Но есть и мечети. Куда не бросишь взгляд, увидишь либо кресты, либо минореты. Но недавно к этому добавились еще и черные джихадистские флаги. Пора возвращаться. Когда мы садимся в машину, начинается какое-то движение. Мы бежим в укрытие, где уже прячутся от вражеских пуль несколько солдат армии. Главную дорогу обстреливают. А это наш единственный путь обратно. Пока мы пытаемся оценить шансы, наш ассистент-оператор получает ранения. Да, у тебя кровь, Кирилл. Слышь, Маш, Кирилл, я скачу. Слава богу, ничего серьезного. Но сразу становится понятно, что медлить нельзя. Мы в буквальном смысле застряли в этом дворике и теперь пытаемся выбраться через верх. Даже если что-то происходит, вы не останавливаетесь, а просто бежите вперед. Ясно, да. Понятно? Да, ясно. Слышали, как пули просвистели? Слышали? Нам говорят, что мы уже в безопасном месте. Стреляют из-за этого здания. И это якобы сирийская армия. Будем надеяться, что это так. Вы остаетесь здесь, парни? А мы уезжаем. В то время как армия продолжает зачистку деревни Маалюля, которая, несмотря на поспешные заявления сирийских властей о победе, кажется, снова переходит под контроль боевиков. Мария Финошина, Михаил Кондаков, Кирилл Вагин. Из Сирии.